у нас с вами есть очень правильное намерение если у вас намерение постигнуть познать волю всевышнего то всевышний будет вам в этом помогать если намерение ваше она действительно четко понятное настоящее и во имя небес направлено именно на то чтобы говорить вот я хочу реально хочу узнать понять осознать как же мне служить всевышнему вообще кто такой всевышний что такое душа что такой человек тогда вы попали прямо туда куда надо потому что мы изучаем тору недельная глава шлах и сегодня третий день третий день и мишлей 6 глава притчи притчи 6 глава 6 глава значит отлично записывать видео и снова здравствуйте снова здравствуйте дорогие друзья все садитесь поудобнее видите можно смотреть по любому из каналов кофе я люблю пить кофе учи тору и пить кофе благословение я уже говорил все открываем глава книга по мидбар четвертая книга торы глава называется шлах это самая грустная глава самая грустная глава потому что в этой главе то поколение поколение которое исхода до поколение которое видела все чудеса которые делать для них всевышний 10 казни они видели через море они проходили тора они получили поднялись они на ступень пророчества выше чем потом поднимался их эскель пророки хестель который описывал масса меркова колесница значит управление миром да то есть он видел он видел как всевышний пророки хестель видел как с лишней управляет миром они видели еще больше то есть они черте видели то есть они поднялись когда проходили через море поднялись на такую ступень пророчества что просто невероятно и все они потеряли 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 и повернулись обратно в пустыню и в пустыне умерли представляете и мы сейчас узнаем почему значит как было дело у меня очень был вопрос я вчера даже этот вопрос обсуждал жену спрашивал дочку говорю ну вот как вы себе думаете почему они все жаловались почему интересно что они ответили кстати и у жены было и у дочки разные ответы и вы подумайте запишите для себя вопрос вот давайте я вам сейчас опишу как было значит выходят они из Египта перешли море получили тору простояли год возле горы Синай в этот год они когда они получали тору они же сделали золотого тельца Машер Абейну поднимался три раза по 40 дней для того чтобы Бог простил евреисти народу он простил потом сделали построили там мешкан передвижной кран и слава Всевышнего облака опустилась на этот передвижной храм был там ковчег завета начали приносить жертвоприношения все 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 значит они видят что опять божественное присутствие вернулось и они выходят от горы Синай чтобы зайти в землю Израиля выходят подходят к земле Израиля три дня пути и тут народ начинает а давайте пошлем разведчиков там же все таки живут дети и люди там же живут совершенно ну племена которые были там и дал поклонники а у нас будет сейчас наступление контрнаступление или наступление или контрнаступление давайте не пойдем давайте пошлем разведчиков Машер Абейну ко Всевышнему Всевышний говорит шлах лыха выбираем хочешь шли разведчиков хочешь не шли разведчиков твой выбор Всевышний дает свободу выбора каждому из нас Машер Абейну говорит ладно от каждого колена по одному берем человеку от колена Иуда идет Калиф это такой был Калиф ну один из очень выдающихся людей от колена Ифраема идет Иушу Абинун значит тоже ученик личный ученик Машер Абейну который все время был рядом с ним значит все отправляется 12 представителей колен обследуют всю землю 40 дней мы пока здесь стоим возле входа в землю Израиля и ждем как вернутся разведчики возвращаются разведчики несут гроздь винограда 8 человек огромная гроздь несут один несет целую инжирину такую как ну размером даже не знаю как тыква такая огромная инжирина да инжир другой несет там яблоко вообще такое которое ну дикого размера приходят и говорят да Бог нам дал землю текущим молоком и медом то есть действительно эта земля текущая молоком и медом действительно Всевышний нас сюда привел да но мы не сможем победить мы их увидели этих этих вот дитих людей которые там живут это просто дити мы не сможем все сказали разведчики это было вечером утром когда они это говорили 10 человек говорили мы не сможем и тут значит Калиф Бен-Эфуне и Юшуа Бен-Нун они же они были тоже с ними с разведчиками и они говорят говорит Калиф значит послушайте земля которую мы прошли она прекрасная прекрасная если Бог хочет нас и Он привел нас в эту землю вы посмотрите Бог привел нас в эту землю Он хочет нас значит ее дал нам и она текущая молоком и медом так Он им говорит Калиф Богу не не изменяйте не восставайте против Бога значит и не бойтесь вы народа который там то есть если вы не восстаете против Бога так вы не бойтесь того народа они будут нам как хлеб мы их сидим как хлеб седают да отошла от них защита Всевышнего из-за их злых дел и Бог с нами не бойтесь так так они сказали этим людям а что сказали люди воемру коля и да и сказала вся община все общество 600 тысяч мужчин значит женщины сказали они так воемру коля и да все сказали Раша говорит коля и да устная тора нам говорит даже даже члены Санедрина а не не вот тут интересно Раша не так говорит смотрите Раша и сказала все общество мы я подумал что это все общество видите как в Торе интересно письменно читаешь и сказала все общество вся община сказали они что давай их забьем камнями значит я думал что это все общество не не это сказали остальные десять разведчиков которые были против земли израиля они сказали на юшуа бенуна и на калева давай их сейчас забьем камнями убьем их сейчас у квот ашем нера бооль моет и слава всевышнего показалось в шатре откровения всему всему народу израиля всем на истреле сказал бог муж и до каких пор будут они меня гнев от да да каких поan не будут меня гневать этот народ и таких пор они не будут верить мне до каких пор он говорит на что и что еще должен сделать уже ман уже тора уже море разступилась 10 камня казни вывел из египта до каких пор они не будут верить меня после всех а тот после всех знаков, которые я сделал в их среде, все, он говорит, кончаю с ними, значит, я их сейчас уничтожаю и сделаю тебя, он Моше Рабену говорит, Бог говорит Моисею, и сделаю тебя великим народом, больше, чем этот народ, и сказал Моше Богу, и что, и услышит Египет, что вывел ты силой своей народ этот из Египта, и скажут, значит, вывел, он вывел, и показывался им, и разговаривал с ними, и тор он дал, да, то есть все он для них сделал, значит, и шел ты перед ними столбом облачным и столбом огненным ночью и огненным, облачным днем и огненным ночью, и уничтожил ты весь этот народ, как одного человека, и скажут народы, когда, то есть буду читать Тору, да, когда услышат эту историю, которые услышат это, скажут они, не мог Бог, нет у него возможности, нету силы у Бога привести этот народ в землю, которую он поклялся, поэтому он их уничтожил в Египте. Моше Рабейну говорит, смотри, ну тогда все не работает, да, весь мир, он скажет, что нет у тебя возможности, что ты не Бог, то есть если ты сейчас их уничтожишь, еврейский народ, значит весь мир скажет, что ты не Бог. Это очень интересно, что народ Израиля, Исраэль, да, это свидетель, народ свидетель существования Бога, то есть вся история еврейского народа, она свидетельствует о том, что есть Бог, Творец Мироздания, об этом свидетельствует все мироздание. Но еврейский народовая история свидетельствует о том, что Бог конкретно вмешивается в существование мира, и это происходит по определенной программе. Вы знаете, это же очень большая, большая разница между просто людьми духовными и религиозными. Духовные люди, они говорят, ну конечно есть душа, но кто может сказать, что весь этот мир для того, чтобы вот это тело просто обезьяна это бегало по земле? Нет, тело это вместилище души, есть душа, в течение этого мира душа проходит уроки, и я помню, я видел такое видео, одна женщина говорит, вот если тебе мужчина понравился, такая специалист по семейным отношениям, ну по отношениям, не по семейным, просто по отношениям. Вот если тебе мужчина понравился, она говорит, это твой кармический урок, он точно тебя бросит, будешь мучаться, но это твой кармический урок. То есть, ну бред какой-то, да, полный бред. Но вот эти вот духовные люди, они говорят так, что есть душа, есть духовность, есть Бог, даже они могут сказать, Бог есть. А вот все остальное, это все религия, вот эти все правила, заповеди, это хорошо, это плохо, это добро, это зло, тут делай, тут не делай, это все условности. Секундочку, если это все условности, а что тогда не условности, тогда есть Бог, есть Бог, я душа, душа, а дальше что? А дальше я у тебя сейчас снимаю-ка часики, сумочку отдай, и значит, и что еще у тебя можно забрать, еще что-нибудь. Она говорит, секундочку, ну я же, существо духовное, я говорю, да, я не против, и я духовное существо, и ты духовное существо, но мне деньги нужны. Поэтому ты дай-ка мне сейчас сумочку, это нельзя делать. Кто сказал, что нельзя? Кто сказал, что нельзя забрать у тебя сумочку? Ну, это же духовность, сумочка моя, ну и что, ну ты же духовное существо, отдай, мне нужны. То есть, вот эти все духовные люди, которые утверждают, что можно служить Всевышнему и взаимодействовать со Всевышним без правил, они чуть-чуть, ну, как бы, не находятся в реальности. Бог установил правила, есть 10 заповедей, есть правила, есть в Торе 613 заповедей. И, значит, Мошерабейну Богу говорит, смотри, говорит, если сейчас ты их всех убьешь, тогда скажут люди, что нет у тебя сил, нет у тебя возможности выполнить то, что ты сказал. А тогда вся система рушится. Что же это за Бог такой, у которого нет возможности выполнить то, что он сказал. И теперь, значит, Игдальна Коах Адонай. Мошерабейну ему говорит, пусть увеличится, и ют большая, это как 10, да, цифра 10, что увеличь свою силу. И Мошер начинает ему молиться. Он Богу говорит, Бог, ты долготерпеливый, и ты милосердный. И ты несешь грех и преступление, и очищаешь, если человек раскаялся. То есть, в чем заключается милосердие Бога? Не в том, что он прощает. То есть, это будет не милосердие. В том, что он дает возможность человеку, лягзор бытшува, раскаяться. В этом милосердии. То есть, если бы Бог сразу бы наказывал за ошибки, тогда он был бы честный. То есть, ты нарушил, получи. Это честно. Но Бог, он говорит, да, я честный, я истинно. То есть, действительно, если человек сделал зло, он должен за это понести наказание. Но я милосердный. А что значит милосердный? Милосердный это не как вот эти вот были кардиналы, которые сделали, это назывались крысиные тропы, которые помогали нацистским преступникам, которые не раскаялись убегать в Латинскую Америку и переправляли тысячи эсэсовцев, которые убивали детей своими руками, они их переправляли в Латинскую Америку. Это не милосердие. Бог говорит, я отложу наказание. Я подожду. Если ты раскаешься, значит, у тебя есть возможность стереть. Если ты не раскаешься, значит, наказание тебя найдет, как нашло наказание Эхмана и находит в итоге всех злодеев. В этом его милосердие. И Мушера Бейну молится и говорит, что ты, Бог, ты, Эрахапан, ты долготерпеливый и многомилосердный. Ты несешь грех и преступление, ты ждешь. И ты очищаешь, но ты не очистишь того, кто не раскаялся. В этом честность. Вкода вона вот альбаним. Ты сохраняешь грех отцов на сыновей. Аль шилишим ве аль рыбыим. До третьего, четвертого поколения. Это очень важная фраза, потому что иногда бывает, отцы пошли по неправильному пути. Естественно, что ребенок, который родился в семье, в которой родители там, ну, его воспитывали с детства по неправильным установкам, принципам, закладывали ему в голову, там, били, приносили травмы или наоборот. То есть, у ребенка мало шансов исправиться. И он, но когда ему становится 20 лет, он не ребенок, он уже в 20 лет, он уже взрослый человек. Ему с 20 лет начинает приходить информация не только от родителей. Как раз вот этот вот возраст, когда ребенок, он восстает даже против родителей. И он начинает искать модели другие. Есть возможность исправиться. Допустим, но то, что в него корневые модели, то, что в него вложили, оно сильнее. Вот эти убеждения, которые с детства. Всевышний ждет до третьего, четвертого поколения. То есть, возможно, что дети не исправились, внуки не исправились. Про внуки еще есть шанс четвертое поколение. После пятого поколения любой грех убивает. То есть, любое убеждение, которое выражается в действиях, которые идут против Всевышнего, против правил Всевышнего, на третьем, максимум четвертом поколении уничтожает. Возьмем просто пример. Буддисты. Буддисты, они вроде додумались, да они добрые, хорошие люди. Никому не делаю зла, птичку не обижу, насекомое не обижу, никого не обижу. Все, мы добрые, хорошие люди. Секундочку, а жениться, а детей рожать? Не-не-не, я тоже не буду, потому что не знаю, почему они не женятся, настоящие буддисты и детей не рожают. Это против Бога преступление? Бог сказал, населяйте землю, женитесь, размножайтесь. Да, это тяжело. Там не убить птичку или там этого, насекомое. Намного легче, чем жениться и приходить выслушивать от жены какие-нибудь просьбы, замечания и так далее. И потом воспитать детей, когда ты должен работать, 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 приносить детям еду, обеспечивать и так далее. То есть, буддист, он вроде бы хороший человек, но второго нет поколения. Исчез. Понятно, да, идея? То есть, если отпустить на решение человека, что такое хорошо, что такое плохо, то это идет прям конкретно, кардинально против воли Всевышнего. Всевышний сказал, это добро, это зло, это правило. Если ты хочешь быть добрым человеком, то нужно быть добрым по заповедям Всевышнего, которые надо знать и выполнять. Теперь, значит, Моше молится перед Всевышним и говорит, ты же долготерпеливый, ты милосердный. Ты несешь грех и преступления и очищаешь те, кто раскаялся. И не очищаешь те, кто не раскаялся. Ну и тут ты ждешь грех отцов на сыновей, накладываешь до третьего, четвертого поколения. Славно ли Амазе? Моше ему говорит, пожалуйста, прости грех этого народа. Как велико твое милосердие! И как ты вынес и нес этот народ из Египта до сейчас. И сказал Бог, что Бог ему на это ответил. Устная Тора нам рассказывает очень интересную вещь. Моше Рабейну, когда поднялся, получая Тору, он, получая Тору, он задал Всевышнему вопрос. Он говорит, а почему ты милосердный только? Бог когда говорил, я милосердный. Моше спрашивает, к праведникам? Бог говорит, ко всем. Моше говорит, как ко всем? О злодеи, о те, кто идут против тебя, кто нарушает твою волю. Бог говорит, ко всем. И я тебе говорю, что ты еще вспомнишь об этом? Ты еще вспомнишь об этом, да? Моше Рабейну говорит, хорошо. И вот в этот момент он как раз об этом вспомнил. И он Богу говорит, прости, прави милосердие. Подожди, они исправятся там и так далее. Значит, Бог ему говорит. И сказал Бог ему. Значит, говорит нам устная Тора, что те слова, которые Бога, как бы поменяли его решение. Он же хотел уничтожить народ, но от Моше произвести новый народ. А Моше говорит, ну да, хорошо. Фактически это выполнение клятвы, которую ты дал Аврааму и Цкаку Якову. Что я тоже от них. Но если стул на трех ножках не устоял, то есть если их потомки не смогли выполнить твою волю, так почему стул на одной ножке, на мне, ты думаешь, что он будет более устойчивый? Моше говорит, нет. Значит, и Бог ему говорит, ладно, славайте и двореха. Действительно, Тора дана для всего мира, чтобы весь мир знал, кто такой Бог, Творец и так далее. Если я сейчас их уничтожу, скажут, не мог я их завести. Будет большая ошибка, простил я по твоим словам. Говорит устная Тора, что именно это Бога убедило. Ваулам хаани. Ну, Бог говорит, но клянусь жизнью. Однако жив я. Вот так переводится дословно. Это как клятва. Что такое клятва? Что это установлено уже. Бог говорит, однако жив я. И наполнит вся моя слава землю. Все те люди, которые видели мою славу, все мои знати, что я сделал для них в Египте и в пустыне. И которые испытывали меня десять раз. Они шли против Всевышнего, пока они были два на море, там, с водой, с мясом и так далее. Они десять раз восставали у Всевышнего. Это был уже десятый раз. И все, кто гневали меня, не увидят ее. А мой раб, Калиб, который выполнял мою волю, потому что был другой дух с ним. Он не пошел, как эти десять разведчиков. Значит, Калиб, который пошел за мной, значит, он зайдет в эту землю. И, значит, он зайдет, и он и его потомство унаследуют Хеврон, куда он пошел молиться на Модилу праотцов. Значит, это сегодняшний отрывок разговора Бога с Машарабена. Теперь ответ на вопрос. Как они могли после всех тех чудес, которые они видели своими глазами, после всех тех знаков, чудес, которые Бог сделал для них, как они могли испугаться и не зайти в землю Израиля? Как они могли сказать, что мы не зайдем, мы умрем, лучше бы мы умерли в пустыне и так далее? Как? Вот этот вопрос, который я задал чисто психологически, вот я задал вчера мы вечером сидели жене, дочке, и, значит, у меня не было ответа на этот вопрос. Я, ну, как бы, я не понимал, ну, как? Вот как может, ну, мне сейчас непонятно, как может человек религиозный, например, да, потом снять типу и перестать соблюдать шаббат? Ну, ты же был религиозным, ты же видел, что Всевышний для тебя, ну, то есть, ты был религиозным, почему ты вдруг перестал быть религиозным? Вот это мне непонятно. Особенно те люди, для кого Всевышний делал чудеса, те, кто пришли через молитву, те, кто имели, обычно люди же к Богу приходят не потому, что им сказали, слушай, давай-ка ты будешь религиозным. Он такой, ну, давай. Нет, обычно люди приходят к Богу после каких-то внутренних сильных потрясений. И вот человек, который пришел к Богу, молился, учился, соблюдал шаббат, потом, бах, он снимает типу и перестает. Как так? И мне было, а здесь это еще более сильный вопрос, да, они были на уровне пророков, пророков, они получили Тору, они видели 10 заповедей, они общались с Машера Бейну, с Моисеем и Саароном, они видели жертвоприношения в передвижном вот этом храме. Значит, какой ответ, как вы думаете? Какой ответ, давайте, я пока открываю 6 главу Мишли, 6 июня, да, 6 главу притчи, там есть один очень важнейший отрывок, который я хотел бы вот, чтобы вы прочитали, это тоже один из моих любимых. А вы подумайте, какой ответ вы могли бы дать? Как они могли? Как? Да? Хорошо, мне больше всего понравился ответ моей жены. Я скажу, что она ответила. Она говорит так, что их природа, вот у человека есть его природа, да, что значит его природа? То, как его воспитали. Человек же он рождается, он вначале маленький ребенок, он разговаривать не умеет. Потом у него появляются его черты характера, потом появляются его стереотипы мышления, и дальше человек это набор, его черты характера, то есть у каждого из нас есть разные черты характера, это как вот его, ну вот черты характера, да, вот этот ленивый, там ленивый пессимист и скептик, а этот, а этот, это такой энергичный, воодушевленный, оптимист и, значит, и скандалист, например, да, то есть может сочетаться человек оптимист и при этом скандалист, он со всеми скандалит. А другой, например, он может быть пессимист, он может быть вообще дитепессимист, лентяй, но при этом он совершенно невероятно позитивный в общении с людьми человек, и он при этом никого не хочет обидеть, и в жизни ни с кем никогда не поссорился, но он при этом был полнейшим пессимистом, и ничего в жизни вообще не хотел делать. Но с людьми он был очень-очень приятный. Есть такие люди, я таких встречал. То есть человек, это набор его качеств, характера, и это его интеллектуальный уровень, его набор его знаний. Это как две разные, ну и вместе это, это и есть человек, да, то есть его тельце, его набор его качеств, характера, и его знания о мире. Так, моя жена сказала так, что если человеку, вот есть какой-то человек, вот он такой в жизни читать не умеет, писать не умеет, ничего не знает, он всю жизнь был раб такой, да, вот просто раб такой вообще вот такой, и ему показали Всевышнего. Он увидел там, ему, он попал на урок Торы, на урок Кабалы, Краби Шиман Бар Юхаю. Он такой, вау, у него прям, ну да, вау, ему открылось один раз, а потом закрылось. И когда у него закрылось, он и остался такой, какой он был. То есть их качества, которые их прессовали в Египте, они родились рабами в третьем поколении. Их прессовали, чтобы убить, полностью уничтожить их личность. Вот их личность, вот эта вот, которая была до того, как Бог им показывал чудеса, до того, как Бог им открывался, Бог им все показывал, море, они переходили. Это все были моменты озарения. Но когда это озарение выключалось, они падали опять в свое привычное существование, существование, ну, состояние. Мне этот ответ очень понравился. Я думаю, что так оно и было. И Всевышний сказал, вот они неисправимые. Но уничтожить их, это как бы, ну, другая пьеса будет вообще по-другому. Действительно скажет, что Всевышний, зачем он их выводил тогда. Всевышний надеялся, что у человека все-таки есть свобода выбора, и он сможет изменить себя. Но за год они не смогли изменить себя. Поэтому Всевышний повернул их всех в пустыню. Это мы завтра прочитаем о том, как это было. И, значит, в пустыне выросло новое уже поколение, которое уже выросло не рабами, а оно выросло свободными людьми, которые изучали Тору, которые питались маном, которые видели Машарабейну. И мы дальше узнаем, что с ними было. Мы узнаем дальше. Это ответ на вопрос, как они могли. Один из ответов такой, мне понравился. Теперь шестая глава Мишлей притчи. В ней есть, значит, такой димн. Прямо царь Соломон, он говорит, учись у муравья. Он прямо, первая часть этой главы, он разговаривает с человеком ленивым. И он ему говорит, не давай сна глазам твоим и дрем и векам твоим. Спасайся, как олень. Из руки вот этой лени, да? Пойди к муравью ленивый, посмотри на пути его и сделайся мудрым. Нет у него ни начальника, ни надсмотрщика, ни правителя. Но он заготовляет летом хлеб свой, собирает во время жатвы пищу свою. Он не останавливается. Муравей работяшка, который работает все время без того, что кто-то его заставляет. Это его суть. И царь Соломон нам советует поучиться у муравья. Представляете, да? У кого ты учишься? У муравья. Значит, и как муравей, утречком встал и все время работать. Работать, 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 работать над собой. Работать, но не лежать. До каких пор ленивый будешь спать? Когда встанешь с кровати, он ему говорит. И дальше дает десятый отрывок, такой, как схема такая. Немного поспать. Вот скажи себе, немного еще посплю. Немного подремать. Немного подремлю. Немного сложа руки полежать. И что одиннадцатый отрывок? Придет как путник бедность твоя и нужда твоя, как вооруженный человек. Бедность приходит постепенно. А когда уже пришла нужда, ты уже не понимаешь, что с этим делать. Дальше идет, что про другие плохие качества характера. Шесть есть качеств, которые ненавидит Бог. А седьмое качество, вообще мерзость для Бога. То есть здесь идет все про вот эти вот качества характера. Семнадцатый отрывок идет перечисление, что Бог ненавидит. Шесть качеств. На первом месте глаза гордые. Высокомерие. Высокомерие, гордость. Я лучше, чем все. Это то, что Бог ненавидит. Язык лживый. Руки проливающие кровь невинную. Сердце создающее злые замыслы. Ноги бегучие козлу. То есть это все Всевышнее. Есть качества, которые ведут человека конкретно против Бога и против Торы. И дальше он переходит на позитив. А что делать? И вот я сейчас скажу. Двадцатый отрывок шестой главы. Один из самых известных в Торе. И это один из тех отрывков, которые когда-то я выучил наизусть. И стараюсь, чтобы они были моей таким путеводной мыслью, которая ведет. Одна из. Отрывок такой. Значит, двадцать третий отрывок шестой главы. Потому что заповедь, каждая заповедь, она как свеча. Выполняя заповедь Всевышнего, волю Всевышнего, ты зажигаешь свечу. Кинер Митсва, зажги свечу. Делая вот эти вот заповеди, выполняя волю Всевышнего, ты в этот момент соединяешься со Всевышним. В Тора, Тора это учение Всевышнего. Она свет. Который всегда светит. Тебе нужно только подключиться к этому свету. Открыть Мишли, открыть Тору, почитать книги пророков. Тора это свет, который, Всевышний же, это свет-свет. И как ты можешь этот свет пустить в свой мозг? Через урок Торы. Тора это свет, который тебя освещает. И освещает вокруг тебя все. Ты знаешь, что делать, что не делать. В Эдер Эхаим, а путь жизни, путь к вечной жизни, путь к исправлению, то хохот мусар, увещевание и моральная дисциплина. Всевышний показывает тебе через знаки, через неприятности, через какие-то моменты, он тебя воспитывает. И он тебе говорит, тут ты не туда пошел, и тут ты не туда пошел. Тут ты ошибся, и тут ты ошибся. И ты, когда говоришь спасибо, Всевышний, и корректируешь свой путь, это как раз ты выходишь к той дверце, которая тебя переводит в вечность, в вечную жизнь. Все, удачи, успехов всем, чтобы мы изучали Тору, чтобы мы включили этот свет, яркий свет для себя и для других. Это цель, кстати, нашей платформы Вайкра, это и возвал Всевышний, Всевышний взывает через Тору, а мы включаем этот сигнал и увеличиваем. И вы можете взять любой урок, вложить в него там несколько сот долларов, и бах, этот свет пошел сейчас через соцсети, можно дойти до каждого. Через соцсети мы сейчас очень сильно стараемся усилить уроки, найти хороших лекторов дополнительных, усилить их. И вы можете тоже быть другом Вайкра, партнером Вайкра и спонсором Вайкра. Пожалуйста, присоединяйтесь, вместе мы, как говорится, заждем свет так заждем, что уже придет Машеах на нашем поколении, мы увидим третий храм. И этот свет, который мы зажигаем, изучая Тору, можно превращать в молитвы. И во время молитвы, когда вы зажгли этот свет, можно просить за выздоровление себя и своих близких, за благополучие, за хорошие отношения, за мир, чтобы наконец-то закончилась война. Я верю, что вот благодаря нашим урокам, кстати, мы молимся, что в ближайшее же время война закончится, что все земли будут освобождены, каждая страна будет жить в своей земле, в своих границах, и никто не будет ни на кого больше нападать. Это же так просто и понятно. Есть у каждого свой дом, у каждого своя страна. И было бы отлично, если бы люди не воевали, а как есть объединенное, весь мир объединенный, все стремятся к объединению, зачем разделяться, никто не хочет ни у кого ничего забирать. Все хотят, наоборот, чтобы жили люди богато, хорошо и при этом служили Всевышнему. Но если происходят какие-то неприятности, то, что мы сегодня поняли, значит, Всевышний показывает, где-то куда-то ситуация идет не туда. Надо остановиться, помолиться и вернуться к Богу. Всем удачи, успехов, всего хорошего.